Это встреча на Думской. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о конфликте в Мукачево. Украинцы убивают друг друга. Это происходит не в зоне, а в 40 километрах от границы с Европой. Чем глубже мы пытаемся разобраться в этом конфликте, тем больше версий возникает, тем более запутан он становится. Тем не менее, мы попробуем пролить свет на эти события с Русланом Форостяком, одним из руководителей общественной организации Рады Громатикой Беспекой. И с областным руководителем правого сектора Сергей Стерненко не смог присутствовать у нас в студии. Поэтому мы пригласили Сергея Максимюка, общественника, который в принципе не является официальным лицом правого сектора. Тем не менее, я так понимаю, вы открыто защищаете организацию и готовы говорить не то чтобы от их имени, но какие-то позиции с их точки зрения высказывать. Наверное, первый мой вопрос будет адресован вам. Вопрос, который волнует абсолютно всех. Каким образом оружие, боевое оружие оказалось в мирном укачево оружие, которое, в общем-то, приехало из зоны АТО, с фронта, я так понимаю? Вопрос очень простой. В стране революция. Естественно, оружие. Произошел вооруженный захват власти. Президент пришел на штыках народа к власти. И революция продолжается. Вот и все. Нет, нет. Тут вопрос технический. Это оружие из зоны АТО, правильно? А кто это сказал? Я у вас спрашиваю. Я не знаю. То есть неизвестно откуда. Просто пресс-секретарь правого сектора давал информацию, говорил о том, что все же это оружие действительно из зоны АТО. Ну, значит, так и есть. И что правый сектор имеет право вывозить оттуда оружие, собственно, когда выезжает в отпуск, например, в мирное Мукачево, берет оружие и едет с гранатометом отдыхать домой. Честно говоря, меня очень мало интересует этот вопрос. Как оружие попадает в мирную часть? Я не вижу смысла в этом вопросе. Ну, в стране идет революция, идет война. У нас два... Революция, по-вашему, продолжается. У нас одновременно идет два вооруженных конфликта. Военный конфликт с соседней страной, с Россией. И одновременно незакончена революция. Естественно, в стране это будет... При таком поведении власти, как сейчас, я боюсь, это в каждом областном центре начнется. Ну, то есть такая рядовая ситуация. Ничего для вас удивительного, когда вы узнали о том, что Мукачева стрельба в мирном городе, 14 человек пострадало. Это очень скорбная ситуация. И это очень плохо, что с оружием в руках люди бродят по стране. Да, которые стреляют. Тем более, которые стреляют, естественно. Убивают. Еще и убивают, вообще кошмар. Извините, когда вы говорите о стране война идет, да? Как вы считаете, вот, допустим, есть воюющие две страны, наши противники, и мы, руководство страны. И те люди, которые борются с руководством страны в условиях войны, они союзники нашему противнику или тоже противники? А кто борется с руководством страны? Ну, вы революцию говорите, сейчас идет революция по всей стране. Мы боремся с коррумпированной властью. Вы хотите сказать, что... Ну, это не я хочу, это вы говорите. Идет в стране война, а мы делаем в стране революцию в это время. Мы не делаем революцию в стране. Революция произошла в прошлом году. И она не закончилась. Не закончилась. Революция не достигла своих целей. Просто нужно исходить из мундаментальных вещей. Революция не достигла своих целей. Люди, которые вышли на Майдан, это были миллионы людей. Они не только в Киеве вышли, они везде выходили. У нас в Одессе выходили. Вот, сидит свидетельство. Одна из целей... Одна из целей никого не устраивает. Одна из целей... Поменяли морды у корыта. Вот, одна из целей достигнута. Все остальное... А вот Мукачево, вот этот конфликт, это как раз не перераспределение власти той самой, вот того корыта, которая работа на части. То есть вы считаете, что информация о том, что там замешаны народные депутаты Украины, которые преследуют свои бизнес-интересы на данной территории, она неправдоподобна. И конфликт совсем не в этом. Только там задействованы не народные депутаты Украины, а бандиты. Бандиты откуда? Которые сидят в Верховном Совете. А стрелял тогда кто? Не знаю, это надо выяснить. А стрелял правый сектор, у нас есть видео. Ну, не только правый сектор стрелял. А правый сектор били шоколадками, наверное, да? Людей из правого сектора. Подождите, кто начал стрельбу в Мукачево? Не знаю. У вас нет такой информации? А давайте мы посмотрим видео. Режиссеры, покажите, пожалуйста, нам видео. Это небольшая такая нарезка. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, собственно, видео, на котором Украина, наши дни, мирная Мукачева. Руслан, вопрос к вам, наверное, в связи с тем, что... Ну, будем говорить по факту, правый сектор открыл стрельбу Мукачева. Я понимаю, что это никто не отрицает. И сам правый сектор тоже официально. Падет ли некая тень на другие добровольческие батальоны, которые были за это время созданы в Украине? Скажется ли как-то эта ситуация на их репутации? Ну, отвечая буквально на вопрос, конечно, скажется. Ну, и тут вообще скажется... Вообще этот кризис Мукачева, его нужно рассматривать не конкретные эпизоды, не разбираться, кто там первый начал стрельбу, кто не начал. Но это ведь важно на самом деле. Что мы хотим в результате получить? И это комплексная проблема. Этот вот момент, этот лопнул нарыв, на который мы закрывали глаза, некогда нам было заниматься. Вот он и лопнул. В информационном поле это скрыть нельзя. Вы сейчас говорите о борьбе с коррупцией. Вообще я говорю об этом не качественном кризисе. О том, что система устарела, ломается. Сейчас мы смотрим, как себя ведут СМИ, мы смотрим, как себя ведут общественники, мы смотрим, как ведет себя лагерь патриотических сил, борцов за незалежную Украину. Мы смотрим, как себя ведут власти. И как они себя ведут? И мы, общественники, журналисты должны давать оценку. Так же и вашим коллегам и так далее. То есть мы даем оценку. Реакция на какое-то событие есть оценка. А действие их есть оценка их неэффективности. Согласны со мной. Согласна, если говорить о том, что... То, что... Поймите, я не знаю, вот вы говорите, боролся правый сектор с коррупцией в Закарпатье, идет революция в стране. Я этого не говорила. Я не знаю, сколько взяточников они споймали в Закарпатье конкретно. То, что мы... Я не отрицаю, это очевидный факт. Балога, это выходец из криминального прошлого, который имеет мандат народного депутата. В Закарпатье коррупционные схемы и уровень мафии местной, которая срослась и с правоохранительными органами, и с органами СБУ, и с таможней. Там настолько он зацементирован. Хуже, чем в Дорицке. Его там долбить и молотить... Потому что граница, да? Ну, вы понимаете, нельзя приехать с водным автоматчиком и навести порядок. А как его можно навести на Ромске? Люди, которые там живут, да, которые двадцатилетиями, уже больше двадцати лет, у них складывался стереотип выживания, они как эти вот у большой дороги, у таможенных ворот. У них и там нет ни предприятия, ничего там. Туризм единственный источник дохода. И вот контрабанда... Ну, есть еще близкие границы, обусловлены другие экономические там факторы. Можно выезжать, там, зарубичаны есть, выезжают, работают в Венгрию, ближайшие. Там проблема. Почему это не происходило, если вы говорите, что проблема озрела давно? А почему это не происходило, скажем, в мирное время, до ситуации на Востоке, до революции, о которой мы говорили? Это, знаете, самая маленькая несправедливость, почему это не проходило, это вопрос, вот я задавал этот вопрос в списке разных вопросов, он где-то там на третьей или на четвертой странице, имеется в виду для общества. Мне какая разница, оно происходило или не происходило. Я хочу жить в другой стране. Я хочу, чтобы нормальному, какому-то событию давались правильные и четкие названия, чтобы мы не одевали, не закрывали глаза. Какое бы вы название дали событиям Мукачева? Это терроризм? Значит, мое мнение, Дима Ярош должен был сказать, ребята, случилась трагедия, пострадали пацаны из правоохранительных органов, которые тоже воевали в АТО, пострадали, я беру на себя ответственность, он не надо на уши всю Украину ставить, он должен был дать правильную оценку, быть честным и мужественным, и все. Вот действительно, скажите, а почему этого не... Вы показали видео, поскольку оно уже показано, я хочу заострить внимание на этом видео. Значит, первое. Показано на видео, как переносит якобы труп человека, который потом оказался живым. Так вот, кто стрелял в него, на видео нет. Раз. Второе. На видео показывают, как люди право сектора якобы стреляют куда-то. Но ту сторону не показывают. Поэтому, кто первый стрелял, неизвестно. То есть вы ставите под вопрос. Поэтому, и я согласен здесь с Русланом, сейчас выяснять, кто первый стрельнул, бессмысленно. Это вообще не имеет никакого значения сейчас. Потому что вся страна вооружена, и дальше будет хуже. Ну хорошо, но право сектор все равно стрелял. Сейчас стрелял право сектор. Я прошу прощения, нельзя спрашивать, кто стрелял. Объясняю. Давайте начнем с того. То есть, по вашей логике, я вот смотрю, за вами наблюдаю. Если бы никто не стрелял, все тихо, мирно, они разделили или решили вопрос, неважно какой. Ну так же происходило уже 23 года. Если бы они закрыли коррупцию, достигли своих тех целей, которые декларируют каждый. Право сектор говорит, они не одни цели декларировали, другие люди другие. И уехали, значит все нормально. Нет, конечно. Просто это не повлекло бы за собой смерти, наверное. Мы говорим о том, что у нас разгорается боевой какой-то конфликт на территории мирной. Они неделю ездили по Мукачево, вот так, как по Сомали, вот с такими колоннами с джипами. Неделю. Никого-то не беспокоило? Ну, меньше, не неделю, но около недели. Нет, нет. Они так ездят. Организация Трезуб, которая существовала еще до правого сектора. Их базы созданы годы назад, годы назад. И тренировочные лагеря. И они готовились к защите страны. И вот когда надо было вступить в эту защиту, они набрали, где попало оружие, ограбили милицейские участки, склады какие-то, повскрывали, все что угодно. Чисто бандитский способ, как это говорят, с точки зрения закона. И поехали на восток защищать страну. Кто такие они? Утес у них. Ну, я не об утесе говорю. Вы же понимаете, мы говорим о ситуации в общем. То есть, оружие, страна наводнена оружием. И сейчас обсуждать, кто первострельнул, это надо тогда смотреть в конец 13-го года, кто первострельнул. Пресс-сектора говорил о том, что это все-таки оружие, вывезенное из зоны боевых действий. Это ее официальное заявление. Ну и что? А что нужно делать во время войны? А зачем вывозить оттуда оружие? Оно же на войне нужно, по логике. Зачем оно в мир не укачивается? Ну, я прошу прощения, если бы у них легальное оружие было, значит, все нормально, да, по вашей логике? Если бы они не вывезли из зоны АТО, а взяли свое легальное оружие, которое у них дома хранится? Ну, как показывает практика, с легального никто же не стреляет. Если бы у них легальное оружие было, вооруженное нелегальным оружием, я бы припасывал. Давайте вернемся все же к вопросу о том, почему вот такое активное противодействие, и я вот с вашей стороны вижу в частности, почему не признать того факта, что правый сектор, вот в некотором смысле, сейчас репутационно может пострадать и уже страдает, наверное. Нет, значит, я признаю абсолютно, правый сектор, безусловно, пострадает. Репутационно. Да. И не только. Ну, то есть, ну, вам не кажется, что доверие населения... Некоторых убьют еще дополнительно, некоторых посадят, очень многие, думаю. Но все это кончится очень большой кровью, я думаю, ко всему всему. Поэтому я очень сожалею о том, что происходит. Что вы имеете в виду, когда говорите, закончится большой кровью? Вы говорите о каком-то восстании? Я думаю, это будет окончание, такие будут революции, бессмысленно и беспощадное. Как вы отнесетесь к тому, и вы, Сергей, и вы, Руслан, к тому, что президент Украины заставит буквально, и он уже фактически это сделал, разоружить все добровольческие батальоны? Лишить их оружия и возможности его использовать на разных территориях? Здесь мы все время обсуждаем, это абсолютно разные темы, при том, они глобальные. Это на каждую тему нужно посвятить часа. А вы вот так тезисно вопросили? Тезисно, ситуация такая. Вот лично мое мнение. Я хочу еще раз подчеркнуть зрителям, я не являюсь членом правого сектора, я не являюсь их сторонником. Вы не сторонник? Нет, я не сторонник вообще никакой партии, я свое мнение высказываю. Я не хочу, чтобы потом правый сектор выставил мне претензию, что вы выступали от нашего имени и не так, как мы это представляем. Он в оценках и комментариях правого сектора. Я не могу от имени правого сектора выступать. Нет, так мы не просим, конечно. Я свое мнение высказываю. Это очевидно, мы об этом и говорим. Поэтому смысл в чем? Лично я вижу, как. Когда началась революция и погибли сотни людей, были определенные цели у этих людей, которые гибли. И они бандитски вооружились дубинками. Батальоны разоружим или нет? Подождите, батальоны здесь ни при чем. Они бандитски вооружились дубинками. И бандитски напали на людей с автоматами, понимаете? Бандиты натуральные. Устроили государственную перевороту, выдали законных президентов. Подождите, мы говорим сейчас о батальонах, которые были созданы, которые по многому очень помогли. Когда в стране началась война, эти люди пошли на фронт воевать с дубинками. Там они незаконным способом опять добыли какое-то оружие. Понимаете? Вы не хотите говорить про батальоны официально? Вы говорите про стихию. Они пошли туда воевать. Незаконным способом добыли там оружие. Сейчас вы хотите, чтобы они пришли и сказали, ребята, мы вот бандиты. Мы незаконно добыли оружие. Вот. Пересажайте нас всех в тюрьму. Вы каждый раз говорите как-то абстрактно. Они, я не понимаю, о чем вы говорите. Я согласен. Смотрите, батальоны, во-первых, не надо абстрактно. Я понимаю точку зрения собеседника. Он говорит о том, что по закону у нас Крым украинская территория. Но это не значит, что по закону это так. Но это не значит, что мы молчим об этом. Мы не сможем прийти в Симферополь и реализовать свои конституционные права украинца. Вы сможете? Никто не сможет. Приехать в Симферополь и сказать с украинским паспортом. И в соответствии с украинским законом я хочу себе реализовать украинские права здесь. Тебя посадят в ФСБ и увезут. Это факт. То есть давайте говорить о реалиях, а не о каких-то иллюзиях. Хорошо, о реалиях. В реалиях. Разоружить батальоны. Я заставил на этом вопросе. Я не согласен с своим оппонентом, что оружие или амуниция, добытая добровольскими батальонами и любыми волонтерскими добровольцами, которые пришли именно в Добробаты, которые не были в составе Сбройных сил Украины, а сейчас таких нет. Все Добробаты в составе Сбройных сил. За каждым закрепленным. За исключением права сектора. Эти батальоны являются формированиями сейчас Министерства обороны. Понимаете? Или внутренний день. Это вооруженные силы Украины. Что значит их разужить? Речь об этом, что добровольные батальоны. Добровольческие батальоны. Батальоны. Остался только ДУК один. Добробатский украинский корпус. И те силы, которые не уходят. Но это под знаменами права сектора. Все. Остальные уже все они в составе. Айдар в составе Сбройных сил Украины. Азов. Азов. Да, но вы говорите о таких ключевых. А их же полно. Таких локальных маленьких, которые очень часто выполняют службу. Послушайте, вы, информирую вас. На территории Украины нет никакого громадского или добровольческого или какого-либо иного формирования. За исключением МВД Сбройных сил Украины, у которых на руках оружие и амуниция армейская. Понимаете? Нет. А с кем же тогда, кому тогда сейчас противодействует государство? Кто сейчас в лесу прячется? А в лесу прячутся люди с права сектора, которые были вооружены оружием. Да. Это факт. Очевидно. Да. Это факт. И что теперь государство делает с людьми, которые были с оружием и стреляли и теперь в лесу находятся, прячутся от государства? Государство должно реализовать свое право на насилие в данном случае. На монополию насилия? Так. Скажите мне другое. Вот мы все говорим о каких-то... Вы кто, допустим, вообще жителям Мукачева? Как они относятся к этому? Вот, допустим, горожане, да? Это сложно. Вчера была демонстрация в поддержку милиции. Ну, вы знаете, как в милиции? В поддержку милиции. Да. А какая численность? Ничего не знаю. Ну, так, судя по фотографии... Объясните мне одно. Как вообще колонны? Там достаточно большое количество транспорта было известно. Колонны с оружием, с амуницией, с тяжелым оружием, с РПГ, с противотанками, средствами, с минами. Вы видели Монку положили? Там на видео есть, когда блокировали сектор, там, впереди, сзади. Ложили Монку. Мон, знаете, что такое? Мина... Не очень. Направленного действия. Мон-50. Они ложили Монку в случае с электродетонатором, подрывом в случае, если их будут брать. То есть это армейская операция, выполненная незаконным вооруженным формированием в гражданском городе. Вот я как к этому отношусь. Надо свои вещи своими именами называть. Все. Их начальник РОВД городского, который подошел на вызов на 102, когда убили этого фитнес-тренера по фитнесу, которого там тягали потом, он поднял руки, он вооруженный прибыл на место происшествия, поднял руки и готов был к диалогу, типа там, что вы делаете, и так далее. Там диалог развелся. Они видеофиксации и документирования в этой группе, которая там находилась более недели, и ездила вот в таком виде, как сомалийские пираты, гоняла по Мукачеву и по окрестностям. Вот так вот они ездили, пугая там всех на свете, жителей в том числе. За ними исследовала, естественно, группа документирования, спецслужб ПСБУ, это понимаете, у меня такое впечатление, что это специально делают кто-то, враг наш Украины. Я не знаю, Путин вам не дал, не вам лично. Вам не приходил в голову вопрос? В неделю по Мукачеву гоняет вооруженная компания какая-то? Да, мне в голову приходил вопрос. А власть где? А где власть? Власть надо было еще неделю назад. Как только появились эти машины, пересажать всех. Это их спровоцировало власть, это дело власти. Я уверен, не просто так. Их спровоцировали, это как, вот теперь можно сказать, что Саакашвили начал войну с Россией. Точно так же. Когда вас бомбят каждый день, а потом вы вводите войска, вам говорят, это же он ввел войска. Скажите, а что власть должна была сделать? Я не совсем понял, как ваша мысль, но дайте говорить. В начале нашей дискуссии... Власть довела до этого, понимаете? Она специально спровоцировала. Эту стрелку забили, я уверен, это спецоперация. То есть это провокация. Это провокация чистейшей воды. Провокация со стороны власти. Я уверен, Аваков знал об этом. И об этом многие депутаты говорят. Вы не верите в версию о том, что это провокация какой-то спецгруппы из России? Нет. Нет, да? Но об этом тоже говорил правый сектор официально. Поймите, я скажу, власти невыгодно то развитие событий, о котором вы говорите. Почему? Ей невыгодно вообще эскалации любых таких вещей в обществе. Это негативно сказано. Власти выгодно уничтожить правый сектор. Они их боятся, как огня. Значит, правый сектор тогда они бы уничтожали... А чем правый сектор опасен для государства в таком случае? Власть ведь это и есть государство. Значит, правый сектор потенциально опасен, да? Опасен для власти, да, он опасен. Нет, для народа, для людей. Нет, для народа он не опасен. Но для государства. А в каком образом власти опасен? Для власти он опасен, потому что вот та власть, которая сейчас в стране, вот лично я, и думаю, так же точно в правом секторе, считают бандитской. Ну, считают. А власти не все равно боятся. Вот это лавьет депутат, это бандит. Так я считаю, что власть... И никто этого не отрицает. А он сидит там. А там таких, как он, он не один. Понимаете? Поэтому у власти фактически бандиты, которые и те... Вот посмотрите дальше. Кого назначает президент, премьер-министр, министр МВД, прокурор, кого не назначают... Бывших регионалов. Они назначают сейчас на руководящие должности. Мы возвращаемся... Вернее, мы не возвращаемся. Мы остались в той же системе партии регионов. У нас в Одессе вся партия регионов, все до одного сидят. У нас 80% депутатов. У нас уровень дискуссии у нас очень низкий. Я вам скажу честно. У нас ничего не изменится. Поэтому правый сектор, это единственное... Вернее, не единственное, но одна из немногих. Идеологических организаций, которые, вот типа, как была свобода до этого, которые готовы бороться с этой властью. А сейчас ситуация в стране такая, что оружие навалом. Все вооружены. Правый сектор вооружен до зубов. Они использовали это военность для вооружения. И для тренировки своих людей. Вот это буквально сейчас происходит. Почему до этого правый сектор себя не оппозиционировал, как тот, который оппозиционен власти? Ну как же, вы говорите, что государство его боится. Почему? А почему у нас не боятся, которые без автомата не ездят? Нас не боятся, получается. Надо взять автомат и ездить с автоматами. Вас не боятся, потому что вы сотрудничаете с властью. Мы взаимодействуем. Мы взаимодействуем. А правосектор в открытую говорит, что это власть бандитская. Скажите, а вы хотите жить в государстве, которое не может контролировать вообще никакие силы и процессы, которые в этом государстве происходят? То есть на территории, где стреляет некто, ну да, мы не будем говорить. Нужно немедленно свинять власть, иначе она доведет до крови. А тот, кто стреляет, уже довел до крови. Это власть делает. Стреляла в власть? Нет, она провоцирует народ. На что? На вооруженном восстании. На вооруженном восстании. А что делать? Ну другого способа нет. Уже всех объявили бандитами, посадили уже десятки людей, которые сидят. Руслан, вы хотите что-то добавить? И мы, наверное, будем заканчивать. Поверьте, вот такую услугу, которую сейчас правый сектор. Вот знаете, Дмитрий, надо вот честными быть и не лицемерами. Я вот этого не терплю. Давайте признаем честно. Дмитрий Ярош не совсем до конца контролирует подразделение правого сектора. На Закарпатии особенно. Не то, что на Закарпатии. Они там не местные. Там один или два. Там большинство бойцов кто откуда. Там не в этом даже дело. Поймите, давление на власть, как вы говорите, на бандитскую и так далее, оно по-другому оказывается. Они бегать с автоматами ездят. Вы видели сегодня закон, какой приняли в выборах? Читали? Читал. Давайте об этом мы поговорим в даме в студии. Это немного другая тема. У нас, к сожалению, очень мало времени осталось. Прошу прощения. Значит, давайте будем честно называть то, что произошло своими именами. Если мы будем натягивать на ситуацию свое видение, это ездить в мирном городе с тяжелым оружием, применять его разборки, застрелить, даже если это преступник, подозреваемый. Если бы они милиционеров или бездействующих коррупционеров задерживали и стреляли, а не обычных патрульных, и тот Беркут, который приехал их защищать, там в основном он пострадал, а яичников и так далее, то я бы сказал, да, они борются с коррупцией. Скажите, сколько правый сектор задержал взяточников за этот год? Да, какие результаты? Это действительно интересный вопрос. Я думаю, что мы все же позовем Сергея Стивненко. Мы задержали много взяточников. Ну сколько? Очень много. Ну сколько? Ну, почитайте. Ну, назовите цифру. Значит, буквально давайте за эту неделю. Четырех человек. Виде? Посмотрите публикации наши. Все же, давайте этот вопрос мы обсудим отдельно. Последний вопрос, который мне хотелось бы задать. Как вы думаете, оба наших гостя, могут ли организации, просто люди, прикрываясь термином патриот, вести себя, ну, скажем, агрессивно? Агрессивно в том смысле, что в этом всем фигурирует оружие, есть вот эта агрессивная составляющая, есть военные, там, люди, которые в этих камуфляжах, соответствующие шевроны на ошибке. Могут ли они ими прикрываться для того, чтобы прикрывать с другой стороны какие-то бизнес-интересы или просто, ну, вот, что-то, какими-то процессами управлять в стране? По поводу прикрытия бизнес-интересов, это вопрос задавайте. Ну, вот, да, вот термином патриот. Вы не относите себя к патриот Украины, да? Я категорически патриот. Категорически, да. Ну, и тем не менее, вы можете себе позволить этим прикрыться для того, чтобы действовать, скажем, не в рамках закона? Потому что стрельба на улице в мирном городе, это все же противоречит конституционным нормам. Войны и революции делаются не по законам. Это все сплошное нарушение закона. Нет ни одного закона, по которому делается революция. В Мукачеве мы наблюдали за тем, как нарушался закон, правильно? Нет. Хорошо, я думаю, мы еще об этом поговорим. Руслан, ваше слово, и мы будем заканчивать. Нельзя смотреть узко на такую вещь. Скажите, как вы считаете, сын начальника отдела СБУ, который именно отдела КА в Закарпатской области, отец одного из руководителей этой группы, которая правом секторе, не смущает вас вот такая ситуация? Смущает. Смущает. Надо чистить ряды правого сектора. Видимо, да. На этом, я думаю, да, мы можем закончить. Мне бы хотелось от себя добавить, что идеология – это всегда важно, но важно, чтобы она не превращалась в бездумную веру, и чтобы в нашей стране люди, которым действительно не безразлична судьба нашего государства и того, что в нем происходит, не прикрывались громкими терминами и все же старались отдавать дань своему государству каким-то иным способом. И это не должна быть агрессия, это не должна быть смерть. Ее и так достаточно сегодня в нашей стране. Спасибо, что были с нами. Это были встречи на Думске. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Руслан Форостяк, один из руководителей общественной организации Рады Хроматиковой Беспеки. Спасибо, Руслан. И Сергей Максимюк, общественник. Спасибо, Сергей. Спасибо. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на Думске. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»